Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Новая торговая неделя в Азиатско-Тихоокеанском регионе начинается на снижении. Медвежьи настроения, похоже, вернулись на рынки надолго. В пятницу отчет о занятости в Соединенных Штатах показал рост выше прогнозов и снижение безработицы в стране. В результате американские фондовые рынки вернулись к самым низким уровням за последние два года. В азиатскую сессию фьючерсы США торгуются снова на понижении, а мы давайте посмотрим, что сейчас происходит на валютном рынке. Сильные данные по занятости в Соединенных Штатах окончательно развязали руки Центральному банку страны. Теперь ФРС может действовать агрессивно без оглядки на возможную рецессию. Тем более, что снижение безработицы и рост заработной платы соответствуют росту внутренней инфляции, с которой Федрезерв и намерен бороться. До победных 2% годовых. И если большинство инвесторов устало, возвращаются к ожиданиям ожесточения ставки, то небольшая их часть еще дает некоторый шанс на возможную паузу со стороны Центробанка США. Видимо, определенной надежды рынком дал управляющий ФРС Кристофер Уоллер. Он допустил, что регулятор может замедлиться, если предстоящие октябрьские данные окажутся мягче ожидаемых. Напомним, что до заседания ФРС, которое пройдет в начале ноября, выйдут в том числе еще отчеты по инфляции в США. Так что ожидания инвесторов в некоторой степени подпитываются возможным снижением данных по инфляции. Если же индекс потребительских цен в Соединенных Штатах окажется повышенным, это еще больше надавит на рынки и усилит агрессивную позицию Федрезерва. О том, повышение процентных ставок еще не завершено, на прошлой неделе неустанно напоминали многочисленные чиновники Комитета по операциям на открытом рынке. Их заявления погасили надежду на какой-либо голубиный поворот со стороны Федрезерва. А после выхода так называемых нонфармов, данных по занятости, согласно инструменту Федвотч, 90% трейдеров посчитали вероятным следующее повышение ставки на 75 базисных пунктов. Сегодня, как мы видим, продолжают придерживаться своих агрессивных взглядов уже только лишь 77%. Чем больше Федрезерв США повышает ставки, тем негативнее его действие сказывается на мировых рынках. Привлекательность американских активов для иностранных инвесторов усиливается и тем самым поддерживает американскую валюту. Подкрепляет силы американца и растущая десятую неделю подряд доходность госбонда в США. На фоне опасений глобальной рецензии и обострения геополитической напряженности, государственный долг по-прежнему пользуется спросом как безопасное убежище. В таких условиях доллар США продолжает высоко держать марку лучшего актива в своем классе. О его безусловной силе говорит, например, что фунт стерлингов упал к американцу на 0,7% в течение всего 15 минут после выхода нонфармов. В понедельник индекс доллара по отношению к корзине валют-аналогов укрепился около отметки 113.07. После роста в течение трех сессий подряд индекс доллара начинает неделю на повышение в азиатскую сессию и движется в диапазоне между уровнями 112.62 и 113.31. Всего с начала года индекс вырос уже на 18%. На данный момент сильное давление в сторону снижения курса доллара могут оказать только признаки ухудшения состояния экономики США. Но пока этого не произошло, доллар всесилен. А тем временем японская иена перестала быть самым большим аутсайдером валютной корзины G6. После того, как правительство Японии впервые за 24 года провело интервенции на валютном рынке для поддержания курса своей валюты, позиция иены к доллару США несколько укрепилась. В целом за месяц это вмешательство стоило японскому Минфину сокращение валютных резервов на 4,2% за месяц. И на фоне прямо противоположных действий Центробанков Японии США уже почти сошло на нет. В пятницу премьер-министр Японии Фомио Кисида снова предостерег инвесторов от ставок на более слабую иену. Чиновник заявил, что резкое одностороннее снижение иены нежелательно и что валютная интервенция, проведенная в прошлом месяце, отражает мнение правительства о том, что оно не может закрывать глаза на повторяющуюся чрезмерную волатильность, которая вызвана рыночными спекулянтами. Иена, тем не менее, снова начинает неделю в области опасной психологической черты у отметки 145 иен за доллар и торгуется в азиатскую сессию уже у отметки 145.43. Причем курс пары продолжает угрожающе расти в ценовом диапазоне между уровнями 145.21 и 145.67. Однако на момент подготовки этого материала никаких интервенций или хотя бы заявлений от финансовых властей Японии пока не последовало. Тем более, что в Японии сегодня в выходной день страна празднует Национальный день спорта. Сильные экономические данные по США подорвали Уолл-стрит и увели инвесторов от рисков и, конечно же, тем самым надавили на позиции австралийского доллара. Так чувствительно, что он упал ниже уровня 0,6350 впервые с начала пандемии. Ози также ослаб на фоне рисков глобальной рецессии и все более тревожной геополитики. В результате и на сегодняшний день австралиец является худшей основной валютой из корзины G6. Так как мировые условия продолжают ухудшаться, а разворота политики Федрезерва США ожидать преждевременно, доллар США продолжит укрепляться по всем валютам-аналогам, что мы, собственно, и наблюдаем в сегодняшнюю азиатскую сессию. Пара австралийского американского доллара торгуется в диапазоне 0,6328-0,6381 на повышение, а цена Ози уже поднялась к отметке 0,6310. На данном этапе для пары, возможно, пришло время для продажи, и аналитики рекомендуют делать это на уровне 0,6400, с целью дальнейшего спуска в область 0,6050. На таких, скажем прямо, невеселых настроениях начинается понедельник в азиатском и Тихоокеанском регионах. Причем предстоящая неделя обещает быть очень напряженной. Будут данные по инфляции в США, а также протоколы Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Ожидается выступление представителей Федрезерва. Кроме того, начинается сезон отчетности о прибылях за третий квартал. Не упускайте важные для вашей торговли новости. Подключайтесь на наш канал и следите за событиями на финансовых рынках. До следующей встречи уже через несколько часов.